Квартиры в семье Бушковых похожи на большую оранжерею. Комнатным растениям здесь потеряли счет. Коллекции, собранные шестиклассником, Гриша и позавидует любой. Он не просто увлекается выращиванием цветов, но еще собирает мухоловки, растения, которые питаются насекомыми. Такое хобби появилось у него два года назад. Он увидел непенты с очень красивыми ловушками, но нас отговорила продавец. А потом он сам стал очень много читать, изучать, в интернете литературу разную находил. И стали покупать уже хищные растения. Нашли сайт, вышли на человека, который очень увлекается этим в Москве. И съездили один раз, и теперь очень часто мы заказываем у него. Теперь у Гриши уже 14 мухоловок. Зеленые хищники отличаются друг от друга не только внешним видом, но и способом охоты на мошек и комаров. Это сарацинья. У них ловушки называются асциди. Асциди туда попадают насекомые. Волоски там направлены вниз, они просто соскальзывают и не могут выбраться. Внутри там пищеварительный сок, и они там перевариваются. А к листикам жирянки насекомые просто-напросто прилипают. Так растения получают необходимые минеральные вещества. Подкармливать мухоловок, как обычные комнатные цветы, нельзя. Погибнут. Их можно только поливать. Не переносит удобрения, потому что корни у них могут принимать только чистую дождевую, талую или дистиллированную воду. Они живут на болотах, и им пришлось ловушки развить. А еще Гриша экспериментирует с кактусами. Прочитал в интернете, что можно их привить, и попробовал сделать сам. Отрезал верхушку от цириуса и верхушку от этого кактуса. Сделал срезом ножом, примотал резинкой. Через некоторое время открыл, и они срослись. И вот получилось так. Это мой первый опыт. Хищенным растениям, которыми так гордится Гриша, нужна высокая влажность и освещение. 16-18 часов в сутки. Мечта мальчика сделать флорариум, где будут созданы идеальные для них условия. Совсем недавно подопечных у Гриши стало больше. В квартире поселилась африканская улитка Ахатина. Улю в семье балуют яблоками и морковкой. А потому новым домом она вполне довольна. Любовь Почерникова, Андрей Семьболков, РТВ Иваново.